продолжим необходимость враждебных сил было связано с наличием вещей отрицающих в нас божественную жизнь и движение земного сознания к высшему горячее признание своей вины служил искуплением во имя того чтобы враждебные силы могли прекратить свое существование ну враждебных сил могло и не быть если бы человек и люди человечество в целом не отрицали божественную жизнь понятно ну очень простая формула и вот они признаны служить нам укором и напоминать о нашем главном грехе а грех всего-навсего один это от падение от источника от падения господа а потом все остальные грехи то это как следствие главного греха на вид поэтому ликвидация главного греха это основная задача основная проблема вот этим и надо заниматься в течение жизни до видеть мишени по которым бьет враждебные силы враждебные силы стреляют по тем самым нашим слабым местам которые являются как раз и следствием от падения от высшего источника вот и все и если вы увидели в себе увидели себе и признали в себе вот ту самую слабость которую высветили вас враждебные силы то надо признать наличие того что у вас это есть вас есть ревность вас есть зависть вас есть жадность вас есть раздражительность гневливость и прочее то есть отдельное проявление вот этого главного греха от падения от господа для того чтобы это главное грех в конечном счете перестал существовать вот эти мелкие грешки с ними поодиночке то бороться очень сложно причем бороться бесполезно поскольку если вы жадны не стремитесь стать щедром бесполезно жадность никуда не денется когда вы признаете жадность самом себе да обо мне это есть и своеобразное покаяние паш покаянием лечится все наши изъяны заметили вот об этом мало кто знает и мало кто понимает что это главная работа на пути сознательной духовной эволюции вот главная работа признать в себе нелицеприятные моменты а это обычно в социальных контактах не в сетях вот этих самых соц сетях да а в контактах в социуме с людьми проявляется заметили если вы дом просто будете сидеть и не общаться другими людьми то ни один ваш грешок или грех проявлен не будет вот а враждебная сила нас вот в соответствующих ситуациях в контактах социальных они провоцируют нас вот на то или иное самое и неприятное свойство которое мы несем в себе то есть они без промаха будут стрелять в нас до тех пор пока мы конечном счете не нитализуем все эти проблемы не быстро это происходит временно это нужно понятно ну кому год кому два кому пять не знаю у меня до сих пор кое-что шевелится не буду говорить что у каждого свое но бывает она не то что вот остро но где-то так вот просквозит я понимаю значит еще есть поле для работы а то себя посчитаешь совершенно совсем уж совершенным и все конец сразу в рай так что мы должны быть благодарны враждебным силам за конструктивную помощь в нашей сознательной духовной реализации ибо они являются тем самым пробным камнем который позволяет определить качество нашей работы насколько мы преуспели в работе на пути лишь в окончательно из поле супраментальных вибраций враждебная сила окончательно прекращают свое существование но какие-то там отдельные мишени не даже не для нападки не для нападок враждебных сил но какие-то вот точки болевые иногда они дают о себе знать мыслях вот чуть-чуть и все это значит что в общем то мы здесь еще на земле должны побыть немножко да а то супер совершенные ему здесь уже делать нечего на понятно вот интересно ее совет в обращении господа она говорит возьми все или все совершенные мной ошибки возьми их прими их чтобы они могли исчезнуть и соответственно враждебная сила вот я много говорю о том что часто повторяю то что у нас с вами есть трудности но у каждого свои такие 1-2 трудности которые вроде бы очевидны для нас очевидно мы их видим эти самые трудности и вроде признаемся что они в нас есть да но они не исчезают не трансформируются не выкорчевываются а напротив делаются более более очевидными найти и вот тогда тогда есть очень верный вариант с ними расстаться во всяком случае ослабить их до такой степени чтобы они вас не беспокоили просто обратиться на эту тему господа сказать ничего не могу поделать я вижу это но видимо только своей помощью мне удастся от них избавиться понятно то есть наша истинная сущность ждет ждет пока мы исчерпав свои силы но мы же когда признаем в покаяние вроде бы мы это делаем до наше эго так но когда мы упремся в стену где-то вот бессильны будем что-то в себе победить то тогда смирите годыню и обратитесь напрямую господу прямое обращение господа смирение годыни запомнили а понятно или нет так что почаще почаще смиряя годыню обращайтесь по любым вопросам туда адрес есть ясно не просите топ ничего из материального мира понятно наверное но те трудности которые связаны с духовной реализации они перестанут быть трудностями если вы обратитесь за помощь высшей инстанции хорошо пробуйте творчески занимайтесь от от проверено отдайте ваши трудности ему он с ней квалифицированно разберется уверяю вас